Итак, Буасар Пасхаев одержал победу у нас в предыдущем поединке и у нас бой под номером 5, весовая категория до 67 килограммов, Роман Калашан, еще один боец из Армении, он появляется в ринге, ну и мы видим, что это представитель Муай-Тай. По всему, ну и рефери ему подсказывают, что нельзя вот такие вот повязки использовать кикбоксинге. Я напоминаю, это открытый Кубок Чеченской Республики по профессиональному кикбоксингу, приуроченный ко Дню Мира в Чеченской Республике. И всего у нас сегодня запланировано 6 боев, и это пятый из них, уже так называемое со-главное событие вечера. И вот Тамерлан Ахмадов, также поднимается он в ринг. Тамерлан Ахмадов тоже достаточно известный опытный спортсмен. Он постоянно именно профессионалов поводит свои поединки. Он также и в Китае выступал, и выступать продолжает. По-моему, в августе мы и здесь, в Грозном, мы видели бой. Да, в прошлом году, в августе, здесь в Грозном боксировал. Боксер очень неплохого уровня. Начинал он в Нальчике свою профессиональную карьеру. Ну и вот в конце 2016-го, то ли в начале 2017-го, если мне память не изменяет, он вернулся на родину, подписал контракт с клубом Ахмад. И здесь продолжает достаточно успешно развиваться и разведать свою карьеру. Слушаем, стоп полностью, останавливайте бой. Брэк, шаг назад, забуду. Зай, на кей, вон, обоим удачу, Болбан. Болбан. Судя, судя, судя. Судя, судя, судя. Это весовая категория. Я напоминаю, и первый раунд начался. Роман Калашан в синих перчатках против Тамерлана Ахмадова в красных перчатках. Он, соответственно, очень мощный лоукик от Калашана. Прямо как по мячу бьет. Здесь лоукик, ну здесь да, очень серьезный лоукик. Калашан очень-очень корявый спикбоксер. Бэкфист мощный, но это все пока в блок. И попадает все-таки Калашан справа. Вообще, как действовать против таких корявых спортсменов? В принципе, с ними делать нечего. Надо встречать. И желательно на первый удар встречать. Вот как видите, он дальше уже, после первого удара, неизвестно, что он выкинет. Вот именно это я и Тамерлану советовал. Вот мы сейчас видели, вот как вы говорили, первый удар и второй удар тут же. Уже вторым на канвас отправил даже Калашана Ахматов. Очень неплохо он его встретил здесь помощь. У Тарминала тоже рассечение. Да, достаточно корявый и жесткий парень этот, Роман Калашан. Ну и бой, пока мы наблюдаем, подстать в названии. А это уже мой тайминал. Чуть-чуть тайская скрутка. Судя по всему, нос сломан у Калашана. Айкик от него в блок. Ну, Тамерлан очень неплохо атакует и снова вправо попадает. Но не засчитали этот нокдаун. Левая печень, попадает Ахматов. Ну и в то же время запрещенный удар от Калашана. Пой! Вот такой неплохой размин и на выходе. Справа очень плотно попадает опять-таки Ахматов. Бэкфист. Локоть. Локтем попадает в лоб. Внимание! Спасширю синяя паула. Минус балл. Золотая работа в актере. Минус балл. Золотый. Минус балл. Золотый. Парень! Вы все слышали минус балл. Это при подсчете раунда. И если здесь ты на голову не выше своего соперника, то уже раунд проиграл практически. Здесь опять жесткий размен. И Тамерлан тоже отвечает очень здорово. Заруба началась у нас так называемая. Тамерлан шевыряет Калашана. Первый раунд закончился. И это был очень интересный и яркий раунд в исполнении обоих спортсменов. И мы видим тот ущерб, который получил и Тамерлан Ахматов. Мы видели, что ущерб достаточно серьезный получил Роман Калашан. Ну и вот то, о чем нам Умар говорил. По ходу первого раунда нужно именно в начале встречать. Очень рискованно с такими соперниками раунда. Как говорится, дурак может пролететь в любое время. И вот рефери просит Романа Калашана не работать локтями. И Артур. Тамерлан очень здорово слева пробил. После этого клинч. Еще один лоу-кик мощный и сам на встречу. Причем рисковал пропустить Тамерлан, но успел перекрыть удар Калашана. Хорошие лоу-кики от Калашана. Мы видим по ходу всего боя. Слишком энергозатратная. Энергозатратная манера боя у Калашана. И здесь такая размена, опять-таки, который был более точен. Тамерлан Ахмадов, но он завершился вот таким вот броском. Скручиваем. Еще один минус балл. Видимо, Роману Калашану тяжело подстроиться вот именно под эти правила. Правила Кей-Лан. Все вот эти вот его проблемы в технике, наверное, самые такие очевидные, они наблюдаются именно в клинче или при сближении. Он включает, когда колени, локти. Но колени-то можно, а вот именно локти. Все на уровне рефлексов. Второй раунд уже все ближе и ближе к концу. И встречает лоу-кики соперника Даберлан Ахмадов. Проваливается сейчас уже вообще Роман Кащан. Видимо, вот этот нос все-таки, судя по всему, сломали. И, быть может, из-за этого очень тяжело дышать. Завершается и третий раунд у нас. Второй, конечно, второй. Тут опять небольшой размены. Снова Томирлан чуть более точен. Третий раунд позади. Еще три минуты этого боя нас ожидает. Ну, очень тяжело, очень тяжело сейчас дышать Роману Кащану. Врача просят. И, судя по всему, какая-то травма. Травма ноги. Да, тут невозможно как-то травму не получить. Он как по мячу бил этой ногой. Может быть, где-то в локоть соперника попал. В локоть и все. Сидя, судя по всему, снимает Романа Кащана. И это первый поединок, который у нас завершается досрочно. Ввиду травмы соперника. Ну да, когда по мячу бьешь, когда не под нужным углом это все делаешь, то очень рискованно получить травму. Что и случилось с Романом Кащаном. И Тамирлан Ахмадов поддерживает победу. Очередную свою победу на профессиональной арене. И мы ждем следующего боя. У нас уже заключительный поединок этого вечера. Субтитры делал DimaTorzok